Любить Бога всем своим сердцем. Мы знаем, что когда мы рождаемся свыше, Бог наделяет нас новым сердцем. У нас исчезает наше каменное сердце, и Бог дает нам сердце полное чувств. Посмотрите на экран. Мы с вами узнали, что нам даровано новое сердце, а еще узнали, что нужно заботиться о нем. Если вам пересадили сердце, то вы понимаете, что кому-то пришлось умереть, чтобы вам пересадили это сердце. Иисусу пришлось умереть, чтобы у нас появилось новое сердце. Но если человеку пересаживают сердце, это не значит, что он может делать все, что хочет, и жить, как жил прежде. Потому что это новое сердце тоже недолговечным. Не надо думать, что мы можем делать все, что хотим. Мы должны жить по-особому и делать определенные вещи. На прошлой неделе я закончил стихом из послания к евреям, и сегодня хочу с него начать. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Если вы не будете смотреть за своим сердцем, вы в буквальном смысле отдалитесь от Бога. Пастор Уоррен и мисс Донна, пожалуйста, послушайте меня. Скольких отдалившихся от Бога людей вы видели за свою жизнь? Скажите, пожалуйста, потому что наверняка это очень большое число людей. Я говорю о тех, кто постепенно отступал от Бога, о тех, кто уходил от Него и, наконец, совсем отдалился от Него. Пожалуйста, скажите. Встаньте оба. Посмотрите в зал и скажите, сколько было таких людей. Пастор Уоррен сказал, не думайте, что и вы не обманетесь. Не думайте, что этого не может случиться с вами. Вы думаете, что все хорошо, но вдруг вы отступаете от Бога? Мы должны кое-что понять. Если Бог дает нам новое сердце, это не означает, что оно сразу будет делать праведные вещи. Мы должны быть уверены, что оно делает праведные вещи. И вот как это сказать. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Бог сказал нам, что нужно делать. Вот зачем нужна церковь. Кевин, у тебя такая сильная вера, потому что мы наставляем тебя. Когда жизнь предоставляет нам так много возможностей, нам нужно наставление. Нам нужно, чтобы кто-то вел нас вперед. Давайте скажем на это «Аминь». Прочитаем следующий стих. Что касается обольщения грехом, то иногда вы ожесточаетесь не от своего греха, а из-за того, что мир вокруг вас грешен. Вы ожесточаетесь, потому что рядом с вами происходит много зла. Вы видите его по телевизору и в жизни, поэтому получается, что грех ожесточает вас. И нам нужно следить за тем, чтобы такого не произошло. Нам нужно стремиться к тому, чтобы наше сердце оставалось мягким. Нужно смотреть за Ним, за сердцем, которое даровал нам Бог. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Они роптали перед Богом, потому что Бог помог им. Они видели чудеса, но это было еще задолго до того, когда они захотели то, что было у них прежде. Нужно быть очень аккуратными в таких вещах. Именно это и показал мне Бог. Он принес мне это послание чуть ранее, на этой неделе. Вчера я раздумывал над ним, и вдруг все увидел. Тут сказано, если только начатую жизнь твердо сохранить до конца. Бог сказал мне, люди должны помнить, как они покаялись. Люди должны помнить, как они спаслись. Ведь они были рады, когда спаслись. Когда они спаслись, они пылали. Когда они спасаются, тогда любят всех. Знаете почему? Потому что вы понимаете, что Бог вам все простил. И тогда вы понимаете, что больше вы не можете ожесточиться. Бог только что спас меня, и я благодарен Ему и хочу Его славить. Вы в буквальном смысле пылаете. Вы пылаете от любви к Богу. Когда я только обрел спасение, я много говорил об этом с другими людьми. Я помню, как ко мне подошел один парень и сказал, «Давай подождем пять лет и посмотрим, не уйдет ли твой пыл». И вот прошло пять лет, я пришел к нему и спросил, «Ну что, пыла во мне не стало меньше?» И он ответил, «Если честно, то, кажется, его стало еще больше». Потому что любовь, я люблю за то, что она становится все сильнее. Давайте скажем на это «Аминь». Любовь должна становиться зрелой. Она не должна охладевать. Она должна становиться зрелой. Только потому, что Бог даровал нам новое сердце и новый дух, это не означает, что Он забрал у нас дар свободы воли. Он даровал нам дар свободы воли в Эдемском саду. И когда Он даровал нам новое сердце, у нас еще остался дар делать выбор. Он дал нам свободу воли, чтобы мы могли делать выбор. Нам все еще приходится выбирать. Нам все еще приходится делать выбор в пользу того, чтобы любить друг друга каждый день. Мы с Синди, когда мы только поженились, вы наверняка знаете, как это бывает. Вы женитесь и смотрите только друг на друга. Пытаетесь говорить с другими, они даже не слушают, что вы говорите. Я говорил с ними о том и о сём. Я думал о том, что ничто не сможет разлучить меня Синди, а она о том, что ничто не разлучит ее со мной. Но вы знаете, что в жизни бывает всякое. Вас может разделить большая занятость на работе или какая-то неприятность. Всякое бывает. Наш враг не сидит на месте. И если вы не будете заботиться друг о друге, ваша любовь может охладеть. Если вы не будете заботиться друг о друге, тот огонь, что горел в ваших отношениях, может потускнеть, а то и вообще погаснуть. Я дам вам несколько отдельных советов о браке. Мы должны постоянно заботиться о наших супругах. Когда мы, мужчины, женимся, мы часто совершаем одну ошибку, потому что любим всё завоёвывать. И вот у нас есть жена, и мы начинаем завоёвывать что-то другое. И тут она такая, минуточку, разве этого человека я полюбила? Я полюбила человека, который заботился обо мне. То же самое происходит у нас и с Иисусом Христом. Сначала мы идём за Ним, а потом мы обретаем спасение и считаем, что можно продолжить жить своей жизнью. Нет, всё совсем не так. Мы должны продолжать идти за Иисусом. Любовь подобна огню. В неё нужно постоянно подкладывать поленье, чтобы она оставалась яркой, горячей. В неё нужно подкладывать поленье. А вот ещё очень важное слово. Во многих охладеет любовь. В Писании сказано, что из-за беззакония и греха в мире во многих охладеет любовь. Бог обращается к христианам, потому что из-за греха, предательства и других нехороших вещей люди стали подобны лягушкам в кипятке. Допустим, вы помещаете в воду живую лягушку. Это обычная вода из-под крана. Вы зажигаете под ней огонь и начинаете её нагревать. И знаете, чем всё закончится? Лягушка не выпрыгнет из воды. Вода закипит и в итоге убьёт лягушку. А если вы поместите лягушку в уже кипящую воду, она оттуда выпрыгнет. Лягушка, находящаяся в воде, которую подогревают, не подозревает, что она сварится. То же самое относится и к нам. Нас окружает грех. Мы подвержены ему. Он повсюду. Иногда он входит и в нашу жизнь, и тогда мы перестаём гореть и охладеваем. Но когда вы это поймёте, вы уже будете мертвы. Христианам важно поддерживать в себе огонь христианства. Вот что говорит нам Бог. Мы не должны охладевать. Мы должны оставаться горячими во имя Бога. Только послушайте. Ты оставил первую любовь твою. Это слова из Откровения. С этими словами Бог обращается к одной из церквей. Он говорит ей, «Вы сделали много хорошего, но вы прекратили это делать, поэтому скоро вы падёте». То, чего мы достигли, например, в браке, это очень хорошо, но мы не должны останавливаться на достигнутом. То же самое относится и к спасению. Когда мы служим Богу, мы должны продолжать это делать. Мы должны почувствовать это пламя. Следующий стих «Возгревай дар Божий». Это слова из послания к Тимофею. Бог говорит нам, «Возгревайте дар Божий, который в вас». Этот дар находится у нас внутри. Если мы не будем ничего делать, его пламя погаснет. Когда люди просто сидят и что-то узнают, когда они ищут только знаний, знаете, что бывает? Они охладевают. Единственный способ поддержать огонь в себе — это не просто иметь знания, а жить согласно этому знанию. Если вы будете жить в согласии с Богом, Его сердцем, тем, что Он любит, и тем, что Он есть, если ваша жизнь будет в согласии со всеми этими вещами, то мы будем возгревать пламя, горящие внутри нас. Так мы и будем гореть во имя Господа. Дух Святой зажигает в нас огонь. Что Он делает с церковью? Он не сходит на нас и зажигает в нас огонь. Он заставляет нас гореть. Люди смотрят на нас и говорят, «Да, они просто сумасшедшие». Мне кажется, эти люди должны прийти к нам сюда и посмотреть, как мы славим Господа. Тогда они скажут, «Да, они точно сумасшедшие». Но почему? Потому что у нас такие сильные страсть и любовь к Богу. Вспомните Иеремию. Огонь горел внутри него, даже когда он молчал. Он не мог не говорить. Он говорил, «Слово Божие подобно огню. Оно горит внутри меня и заставляет меня говорить. Оно заставляет говорить и меня». Послушайте, в нас Слово Божие. Оно подобно пламени, и когда мы возгреваем его, когда мы подкладываем в него поленье, оно горит во всю мощь и заставляет нас восхвалять Господа. Оно заставляет нас все это делать. «В святилище евреев стояло минора. Там был алтарь. И служители храма должны были следить за тем, чтобы минора горела. Они должны были заботиться об этом. Они должны были быть уверены, что минора горит. То же самое касается и христианства. То же самое касается и браков. То же самое касается и отношений. Вы не можете оставить все эти вещи на самотек. Знаете, что я сделаю сегодня? Я достану кочергу и буду заставлять вас что-то с этим делать. Я знаю, что в вашем очаге еще можно найти горячие угли. Я хочу добиться того, чтобы над вами подул Божий ветер. Пусть над вами подувает Божий ветер. Пусть вас победит хорошее. И прежде чем вы покинете сегодня церковь, вы будете гореть во имя Бога. Вы захотите делать что-то во имя Иисуса. Я уже вижу искорки в зале. Я вижу, как в вас загораются искорки пламени. В Евангелии от Марка сказано. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот о чем я говорю. Эти слова многое объясняют. Все начинается в сердце. Если ваше сердце пылает огнем во имя Бога, того, кто Он есть, и Его миссии, то у вас не будет никаких проблем с тем, чтобы приспособить к этому вашу душу, чтобы приспособить к этому вашу страсть. Если ваше сердце тянется к Богу, то оно тянется и ко всему Божьему. Вы хотите делать Божьи вещи. Вы хотите иметь сопричастность ко всему Божьему. Вы ищете и хотите этого. Вам нетрудно сказать, «Я приспособил свое разумение ко всему Божьему». Поэтому я могу мыслить по-библейски. «Мои мысли чисты». Для вас это совсем нетрудно. Вы говорите, «Мое тело — твое». «Мое разумение — твое». «Мое сердце — твое». «Все, что я делаю, все, что у меня есть. Мой дом, мои дети». То есть все, что у меня есть, это во имя Тебя, Господи. «Все, что Ты даровал мне, это во имя Тебя, Господь». Ребята, вот что такое близость с Богом. Вот что значит тянуться сердцем к Богу. Вот что означает тянуться к Богу. Я хочу поделиться с вами тремя вещами, о которых мне рассказал Бог. Итак, что же значит любить Бога всем сердцем и заставлять огонь внутри себя гореть? Во-первых, вы должны посвятить свою жизнь Богу. Вы должны посвятить себя Ему. В Евангелии от Иоанна сказано, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нет больше той любви, чем у тех, кто положит душу свою за друзей своих. И Иисус как-то сказал, «Если вы считаете Меня своим другом, то вы должны делать то, что Я вам говорю». Мы были призваны положить свою жизнь. Итак, мы были призваны положить свою жизнь, распять ее и посвятить ее Богу, чтобы жить своими Христам. Прежде всего, мы были призваны положить свою жизнь. Люди часто говорят, «Я хочу понять, что мне нужно сделать в жизни». При этом они думают только о себе. Они не пытаются следовать за Христом. Потому что, начиная следовать за Христом, вы теряете свою жизнь. Вы в буквальном смысле ее распинаете. Вы начинаете говорить, «Господи, да будет воля Твоя, а не моя». И, наконец, вы посвящаете вашу жизнь Богу. Вы говорите, «Я хочу прожить ту жизнь, которую Ты приготовил для меня». Я хочу признаться вам, что я не сам решил стать пастором. Думаю, я вас шокировал этим признанием. «Я не выбирал того, чем занимаюсь. Я не выбирал жить так, как я живу сейчас. Я не выбирал делать то, что делаю сейчас. Все это выбрал за меня Бог». Мы делаем всего один выбор. Мы посвящаем себя Богу. А Он принимает за нас решение. Вот что значит потерять жизнь. Мы не идем к нашему главнокомандующему и не говорим, «Я хочу сделать то и это». Мы говорим Ему, «Да, без вопросов». Моя жизнь принадлежит тебе. Я сделаю все, что ты хочешь. В послании к римлянам сказано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». То есть Бог умоляет нас своим милосердием. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Благоугодную Богу». Обратите внимание. Те люди приносили дары, которые были неблагоугодны Богу. Давайте вспомним историю Каина и Авеля. Каин принес Богу не лучшую жертву. Это было неблагоугодно Богу. То же самое истинно и для нашей жизни. Если мы не будем приносить Богу лучшую жертву, если мы не будем ставить Бога на первое место в нашей жизни, вспомните, что сказано в Евангелии от Матфея. «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его». В первую очередь ищите их, и тогда вам не надо будет ни о чем волноваться. Просто поставьте Бога на первое место в вашей жизни и скажите Богу, «Я дарю тебе свою жизнь». Наверняка вы слышали речи о том, что ваше тело принадлежит вам. Это все неправда. Ваше тело принадлежит Богу. Он искупил Его. Ваша душа принадлежит Богу. Он искупил ее. Ваше разумение принадлежит Богу. Он искупил Его. Все, что у нас есть, принадлежит Богу. Но у нас есть обязанность следить за своим имуществом. Поэтому мы посвящаем себя Богу. Ведь сказано, не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть Бог желает, чтобы все у нас было хорошо. Он хочет, чтобы вы вели святую жизнь. Я докажу вам это на примере. Пастор Гиллан, не могли бы вы выйти сюда к нам? Давайте возложим вас на алтарь. Ложитесь на алтарь. Нет, так ничего не видно. Лучше встаньте. Итак, садитесь. Хотя лучше встаньте. Хотя нет, садитесь. Видите, они вам улыбаются. Он отличный парень. Это пастор Гиллан? Как его можно не любить? Он отличный парень. Просто отличный. Великолепный лидер. Он любит людей. Я бы хотел, чтобы некоторые из его даров были и у меня. Но это Бог наделяет нас разными дарами. Итак, пастор Гиллан, вот он, наш алтарь. Мы называем это место алтарь, а не сцена. Сцены обычно там, где развлекают людей. Некоторые из моих друзей называют это место сценой. Но я живу в соответствии с тем, что говорит мне Бог, а не в соответствии с тем, что Он говорит другим. Мы называем это место алтарь, потому что это место для Бога. Здесь мы служим Ему и восхваляем Его. Для того, чтобы наше сердце тянулось к Богу, Он просит нас сказать, «Боже, вот он я. Я у твоего алтаря и посвящаю тебе жизнь». Это называется «живая жертва». Скажите, «Боже, вот он я. Я посвящаю себя тебе. Делай со мной, что хочешь». Спасибо, пастор Гиллан. Полюбить Бога всем сердцем значит посвятить свою жизнь Богу и творить Его волю на земле. Это очень просто. Это значит каждый день просыпаться и говорить, «Боже, моя жизнь принадлежит тебе. Я люблю тебя. Я верю в тебя. И сегодня, Господи, я сделаю все, что в моих силах, чтобы угодить себе». Ведь в послании к Ефесиным сказано, «Делайте все, что в ваших силах, чтобы угодить Господу». Просто скажите, «Я посвящаю себя тебе, Господи. Это моя жертва. Ты сможешь через меня достичь моих коллег. Ты сможешь через меня явить свою любовь в миру, потому как я люблю свою супругу или своего супруга. Ты сможешь через меня воспитать моих детей, как тебе нужно, чтобы они стали могущественными воинами, сражающимися за тебя. Господи, через мои уста ты можешь говорить хорошие вещи. «Господи, ты сможешь через мои молитвы нести твою волю, чтобы на земле было так же, как на небесах». Мы посвящаем себя Богу каждый день и даже не знаем, когда наступит нужный день. Но мы знаем, что Бог поддерживает нас. Однажды мы будем идти рядом с Ним. Наши жизни будут принадлежать Ему. Неважно, легко нам или тяжело, но вместе с нами Бог. И мы должны продолжать идти вперед. Вот чего желает Бог. Вот что такое сердце, пылающее во имя Бога. «Я хочу любить тебя и служить тебе Господи». Неважно, что ждет меня впереди, я буду идти вперед. Некоторые считают, что конечная цель христианства — это стать пастором. Но это не так. Конечная цель христианства — это стать тем, кем призвал вас быть Бог. Это и есть конечная цель христианства. Отдайте свою жизнь служению. «Посвятите себя Богу». А вот вторая важная вещь, о которой рассказал мне Бог. Очень важно восхвалять Бога. Да, восхвалять. Пастор Скотт, вы, конечно, помните, как мы с вами об этом говорили. В Евангелии от Матфея сказано, «Чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Очень хорошо собираться вместе и молиться Господу. Наши охранники вас не прессуют и ни в кого не стреляют. Перед нашей прошлой службой мы общались с парнем, который хотел работать у нас охранником. Он подошел и спросил, «А мне надо будет стрелять в людей, если что?» Я ответил, «Ну разве, что за плохую парковку?» Но послушайте, если мы ходим в церковь, это не значит, что мы восхваляем Бога. Потому что истинное восхваление идет от сердца. Оно идет отсюда, изнутри. Это и есть истинное восхваление. В Евангелии от Иоанна сказано, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». Дух, о котором тут говорится, — это не Святой Дух. Это Дух, который Он даровал вам. Это новое сердце, которое Он даровал нам. В Библии сказано, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Бог ищет тех, кто явно показывает Ему свою любовь, кто посвящает себя Ему, кто становится человеком, желающим Его восхвалять. Знаете, одну из причин, по которой мы с вами здесь собрались, мне кажется, что это единственная причина для этого. Мы собрались здесь восхвалять всемогущего Бога. Восхваление Бога — это просто невероятная вещь. Можете запостить эти слова в соцсети или выложить их в Твиттер. Но в первую очередь запостите их у себя в сердце. Значение брачного ложа в браке можно сопоставить со значением восхваления Бога в церкви. И там, и там истинная близость раздувает пламя любви. Я понял в жизни одну очень важную вещь. Неважно, что происходит вокруг, но вы все равно приближаетесь к Богу. Он словно простирает свои объятия, чтобы вас обнять. Знаете что? Многие люди никогда в жизни не ощущали Бога. Они никогда не ощущали Бога, когда вам хочется вставать на колени, поднимать руки вверх. Это происходит само по себе. Вы просто рыдаете перед Богом. А все потому, что они никогда не ощущали этого сердцем. Посвятите себя Богу. Принесите живую жертву. Полюбите Бога своим сердцем. И тогда все в вашей жизни сложится. Вы внезапно почувствуете близость с Богом. Она принесет вам много хорошего. Я затрону довольно деликатную тему. Когда у нас, Синди, случаются моменты близости, когда мы говорим друг другу, что я могу для тебя сделать, чего ты хочешь. Всякий раз мы даем один и тот же ответ на этот вопрос. Я хочу наполнить твое сердце. Я хочу наполнить твое сердце. Я хочу обнять тебя. Я хочу наполнить твое сердце собою. А еще я хочу, чтобы мое сердце наполнилось тобою. То же самое и с Богом. Близость с Богом. Это когда наше сердце буквально вылетает у нас из груди и стремится к Богу. Словно он помещает его на пылающий алтарь. Оно словно вскакивает оттуда и поднимается к нему. Оно поднимается и заполняет собой комнату. Оно поднимается и заполняет собой всю комнату. Бог забирает ваше сердце и взамен посылает вам свою славу. Он посылает взамен самого себя. Он заполняет всю комнату. Он заполняет собою, ваше сердце. Он удовлетворяет все ваши желания, которые когда-либо были у вас. Потому что сам Бог и Дух Божий очищает все мысли, которые вас смущали. Присутствие самого Бога открывает глаза, и вы начинаете видеть все по-настоящему. Если ваше сердце тянется к Богу, то оно тянется и ко всему Божьему. Вы просто хотите делать Божьи вещи. Вы хотите иметь сопричастность ко всему Божьему. Вы ищете. И вы хотите этого, потому что Он наполняет вас. Так все и бывает. Это небеса на земле. Это время восхваления. Изначально восхвалять Бога значило кланяться Ему и падать ниц перед Ним. Но вы делаете это не просто так. Вы сами хотите делать это. И поэтому вы кланяетесь Ему и падаете ниц перед Ним. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...